кто это такое делает мне плохо сам сам я не могу себе плохо сделать не это невозможно невозможно себе сделать плохо потому что мы сотканы из желания быть счастливыми у нас нет желания быть несчастными вообще у нас природа мы хотим вечности всегда мы хотим знать как быть счастливыми мы хотим быть счастливыми и хотим знать как быть счастливыми и хотим вечно быть счастливыми вот это наша природа все другой природы у нас нет мы не хотим быть несчастными но когда возникает вот это вот внутри несчастное то означает что кто-то есть внутри больше это ничего не означает понимаете этот в этим надо разобраться в вопросе это очень важный вопрос потому что плохая семейная карма означает, что кто-то это делает. Когда я узнаю, что это делают и знаю зачем, она окончается, плохая семейная карма. Как она окончается? Внутри становится неслучайно светло и неслучайно весело на фоне всего того, что происходит. Вот это вот удивительный момент ключевой в жизни каждого человека. А теперь мы будем с вами об этом очень серьезно говорить. Поднимите руку тот, кто на фоне жутких страданий в молитве почувствовал глубокое счастье и смог от этих страданий отстраниться и уйти. Поднимите руку. Пожалуйста, держите эти руки, посмотрите все остальные на этих людей. И самое главное, когда вы будете смотреть, смотрите, держите руки, смотрите им в глаза и смотрите, думайте, шумасшедшие они или нет. Если вы видите, что они здравомыслящие, порядочные, хорошие люди, это значит, что так бывает. Это очень важно знать, потому что если вы об этом будете знать, вы поймете тогда, в чем заключается правильное направление жизни. Потому что я могу точно сказать, что если человеку плохо, и он лезет в это плохо, и дальше это решает сам, и ему решать очень тяжело, и он дальше сам это все делает, то это приводит к безумию человека. Он становится, ему становится так тяжело, что дальше просто невыносимо. И вот сумасшествие, почему люди с ума сходят, именно из-за этого. Они лезут туда, где боль все сильнее и сильнее, сильнее и сильнее. Пока эта боль становится невыносимой, они прыгают с девятого этажа, сходят с ума, режут себе вены, только по одной причине, что они не согласны с тем, что происходит в этом мире. Это бунтари. Понимаете, есть две категории людей. Есть люди да и люди нет. Большинство из нас это люди нет. Мы родились здесь людьми нет. Почему? Потому что мы хотим жить для себя. Мы не хотим жить для этого мира, для законов, для того, что здесь происходит. Смотрите, вот мы изучали режим дня. Очень прикольно все получается. Для здоровья и счастья лучше всего вставать рано утром. Хочется как вставать? Попозже. Лучше всего для здоровья ложиться пораньше. Хочется как ложиться? Попозже. Лучше всего для здоровья на ночь не есть или есть поменьше. Хочется побольше. Лучше всего для здоровья кушать в обед максимальное принятие пищи. Но хочется попозже. И так далее, понимаете, и так далее, и так далее. Вот даже просто для своего же счастья мы жить не можем нормально, потому что нам хочется все наоборот. Мы люди нет. Вот, допустим, надо заботиться о муже, а хочется, чтобы он заботился обо мне. Для того, чтобы быть счастливым, надо просто заботиться о муже и не думать о себе и все, о своих желаниях. Простая формула. Никто не может соблюдать. Почему? Потому что хочется о себе, чтобы он забо мне заботился, а он будет о мне заботиться, Олег Геннадьевич или нет. Об этом не надо думать. Думается. Вот в этом и проблема. Видите, мы люди нет. Но когда человек обращается к истине своим лицом, вот у него тяжелая ситуация. Я надеюсь, что вы не зря сюда пришли, что у вас есть тяжелая ситуация, что мы с вами дышим одним дыханием. У вас есть тяжелая ситуация в жизни, непреодолимая судьба. Если у вас есть такая тяжелая ситуация в жизни, то вы должны сделать правильный шаг для того, чтобы ее преодолеть. И правильный шаг направлен в ту сторону, которая дает знание. Вот теперь смотрите, давайте возьмем, теперь ситуацию будем решать. От вас уходит муж. Допустим, где девушка-то? Я уже потерял. Вот вам, допустим, друзья говорят, не волнуйся, не уйдет. Вы поверите им, нет? Нет. Другие друзья говорят, 100% уйдет. Вы им поверите? Нет. Тогда что с ними общаться? Психолог, психолог, вы приходите к психологу, он говорит, сейчас я тебе скажу, все как сделать, все нормально. Вы им поверите? Нет. Что ему к нему ходить тогда? У вас тяжелая ситуация в жизни, вам некому идти. Знаете почему? Потому что знание находится внутри. И истинный, честный человек – это тот, который вас к этому знанию подведет. Честный человек вам не скажет, я дам тебе это знание. Честный человек скажет, где лежит знание и как его достать. Потому что оно находится внутри. Это в сердце в вашем придет знание о том, что дальше будет. Потому что главная ваша проблема в вашей жизни – что дальше будет? Я не знаю, как мне себя вести. То ли он уйдет от меня, то ли нет. Я не знаю. Никто вам это не сможет объяснить. И когда вы узнаете, как будет, вы даже себе об этом не скажете. Знаете почему? Потому что правда, она такую силу имеет, что о ней не хочется говорить. Понимаете? Просто она делает человека трезвым, и ему не хочется уже говорить об этом. Когда вы будете иметь знание об этом событии, которое сейчас с вами происходит, через много лет ваша психика станет трезвой, вам скажут, давай поговорим об этом. Вы не будете об этом говорить. Согласны? Потому что знание, оно очень глубокое. И оно дает человеку настоящее счастье, настоящее удовлетворение. И это знание рождается из очень искренних отношений. Каждый день я испытываю это чувство. Я сажусь перед своим наставником духовным, перед изображением. Начинаю свою молитву. Кланяюсь мысленно. Молюсь. Чувствую его чистоту. Я сказал чистоту. У некоторых ёкнуло в сердце так. Какая чистота, Олег Геннадьевич? Нет чистых людей. Нет чистых людей. Ну это же все фигня, Олег Геннадьевич. А я говорю, что все чистые люди. Просто одни чище, и одних лучше это можно увидеть, а в других нет. А я говорю, что счастье находится там, где человек стремится увидеть чистоту в другом, а не смотреть своим подлинненьким взглядом на его недостатки. Потому что душа по своей природе, мы все души, она чиста, она святая, она полна глубины, веры. Необыкновенные вещи она из себя источает, душа. Но мы не хотим видеть других душу. Мы хотим видеть в них то, что оправдает нашу нелюбовь к ним. Вот когда человек стремится к святости, он когда устанавливает чистые отношения с другим человеком, с которым легче их установить. То есть святое означает легче установить. У него тоже есть недостатки. Но легче на них не замечать. Их не замечать легче. И когда ты эту чистоту сердца в своих отношениях культивируешь с таким человеком, вот здесь в сердце появляется очень чистое чувство, которое дальше все расставляет по своим полкам. Это будет так, это будет так, это вот так. Вот здесь надо так относиться, к этому так. Все встает на свои места. И жизнь становится спокойной. Потому что мы в этом мире должны желать только спокойной жизни. Нам больше нечего желать. Вот люди спрашивают, у тебя все нормально? Все нормально. Означает спокойной жизни. Что еще это означает? Что тебя не прибили. Зарплату платят. Так? Все нормально. Это не означает что-то другое. Потому что все то, что мы воспринимаем счастьем в этом мире, это просто обустройство спокойной жизни здесь. Ну какая разница, у тебя большой дом или маленький. Если беспокойно в нем, значит нормально. Бывает в большом доме неспокойно, бывает в маленьком спокойно. Так? Нужен просто там, где ты будешь спокойно жить. Так? И что об этом париться? Просто возьми и успокойся там, где ты живешь. Если ты сможешь успокоиться там, где ты живешь, это самый быстрый способ решить проблему с жильем.